Всем привет! Сравнение смартфонов Honor 10i против Apple iPhone 6s. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимость. Теперь давайте о внешнем виде. Honor 10i сделан из пластика, пластиковый корпус, сзади находится тройная камера и сканер отпечатка пальцев. Против iPhone 6s это цельнометрический корпус, сзади камера и вспышка. Камера динамная. На передней части дисплей в диагонаре 6,2 дюйма у Honor против 4,7 дюйма у iPhone. Также на передней части находится устройство разговорной динамики, фронтальная камера и датчики у iPhone. Еще на передней части находится сканер отпечатка пальцев, которая... и еще это кнопка для управления. На левой грани у Honor нет ничего. Тут кнопки игровки громкости и ползунок для перехода в беззвучный режим. Справа кнопки игровки громкости у Honor и кнопка включения. Также кнопка включения на правой грани находится у iPhone. На нижней грани джеки для нушников, порты, лайтинг у iPhone против microUSB у Honor, динамики и микрофоны. Сравним устройство по габаритам. Вот так вот примерно они и соотносятся. Понятно, габаритник у Honor и дисплей у него побольше. За счет этого он и габаритный. Дисплей у него на всю переднюю часть устройства, так как у iPhone дисплей уже по современным меркам достаточно маленький, 4,7 дюйма. И при этом у него есть еще рамки, за счет чего он еще больше. Окей, включим устройство. Сделаем это одновременно, посмотрим, кто загрузится быстрее. Смотрим, кто загрузит систему быстрее. iPhone включился быстрее. Разблокируем. И разблокируем тут. LTPs матрица против IPS. Разрешение наших устройств 1340 на 1080 точек это разрешение у Honor. Против 1334 на 750 точек разрешение у iPhone 6s. Откроем сатерический тест GeekBane 4. Ну вот. Операционная система iOS 12.2. Процессор Apple A9, который работает на 1,85 ГГц. Это двухъядерный процессор. Оперативки 2 ГБ. Против процессора Honor HiSilicon Kirin 710. Это 8-миядерный процессор 4,4 ГБ. Вот так. То есть 1,7 и 2,2 ГГц. 4 более мощных ядра на 2,2 ГГц. Mali-J51 в виде ускорителя. Оперативки тут 4 ГБ в два раза больше, чем у iPhone. И по встроенной памяти тут 128 ГБ встроенной памяти. Также есть слот еще для разрешения этой памяти с помощью microSD карточки. Но это комбинированный слот у Honor. У iPhone 6s слота для разрешения памяти нет. У него только слот для одной нано-сим карточки. И встроенной памяти это версия на 64 ГБ встроенной памяти. Так. Хорошо. Смотрим на результаты тестов. И видим, что Honor выигрывает мультиядерный тест, но проигрывает одноядерный. Закрываем. Теперь посмотрим еще на результат в Antutu Benchmark. 150 тысяч, а Honor набирает 130 тысяч. Тут проигрывает Honor. Как бы общий тест мощности. Окей. Откроем браузер. Посмотрим, как работают. Браузеры устройств. Кто быстрее грузит странички. И перейдем на сайт apple.com. Начнем с этого сайта. Перейдем по этой ссылке. Одновременно смотрим, кто быстрее загрузит страничку в интернете. iPhone загрузил чуточку быстрее. Назад возвращает он тоже быстрее. Перейдем теперь по этой ссылке. А то примерно одновременно. Но назад видим, что быстрее возвращает iPhone. Быстрее он чуточку работает. В этот раз был Honor быстрее. Но видим, загрузил без анимации. Тут с красивой анимацией. Ну, плюс-минус одновременно загрузили. Окей. Перейдем на сайт Samsung. Samsung.com. Открываем Samsung.com. Он работал чуточку быстрее. И перейдем по вот этой ссылке. Одновременно смотрим, кто быстрее. iPhone быстрее. По этой ссылке. Тут чуть быстрее был Honor. iPhone чуточку быстрее. Ну, в общем, видим, что может средний iPhone чуточку быстрее, но не намного. В целом, в тесте в интернете, даже на сайте Apple, какого-то супер преимущества у него не было. На сайте Samsung тут примерно разенство. Даже, может, чуть Honor чуть быстрее. В общем, плюс-минус одинаково по скорости загрузки, по качеству работы в интернете эти устройства. Но стоит отметить, что на большем дисплее Honor все-таки в интернете браузы чуть поприятнее. Это будет касаться многих вещей. Просмотр фильмов на смартфоне. Просмотр YouTube на смартфоне тоже будет удобнее на большем дисплее Honor. Окей, переходим к следующему тесту. Это будет тест игровой. Откроем тяжелую игрушку PowerMobile. Так, и увидите уже игровой процесс в сравнении. Загрузку я пропущу. Все обновления, загрузки пропущу. Видите, уже игровой процесс на максимальной для этих устройств графике. Так, загрузилась игра. Смотрим, как работает. По графике давайте сразу покажу. И там, и там, и в сравнении графику. Вот видим, это максимальный уровень для наших устройств. И графика на одном и том же уровне восстановлена. Так, смотрим, как работает. Но Honor, ну так, немножко фрезит. Игра моментами, но на игровой процесс не влияет. В принципе, работает хорошо. На этом уровне абсолютно играбельно. Порядок. Окей, смотрим на iPhone 6s. То же самое на iPhone 6s. Тут может не фрезит игра, но работает так же. То есть, что там, что там. Устроится справляется с игрой хорошо. Может чуточку лучше iPhone 6s. Чуточку. В принципе, плюс-минус одно и то же. Закрываем. Пап мобайл. Окей. И переходим к следующему тесту. Это тест камеры. Камера более функциональная у Honor. Она здесь тройная. 24, плюс 8, плюс 2 мегапикселя. Способна снимать Full HD ролики. Фронтальная камера 32 мегапикселя. Против iPhone 12 мегапиксельной основной камеры. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Основная камера в iPhone может снимать 4K видео. То есть, получше. В принципе, фотографии на вот просто в обычном режиме, просто фотки, лучше получается на iPhone 6s. Но на Honor 10i камера более функциональная. Намного больше различных функций. И теперь я покажу вам примеры фотографий на основной камере тех устройств. Что касается автономности, тут плюс-минус ситуация одинаковая. Устройство работает один день. И на следующий день вы будете уже ставить их на зарядку. На этом все. Спасибо, что посмотрели на это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.